МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прямо сейчас самые важные события города в программе Город итоги. Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Паракелов. В эфире телеканала Краснодар итоговая программа. Актуальные события, важные встречи, первые лица города и края смотрите в этом выпуске. Сегодня в программе. Щит безопасности. Все социальные объекты Кубани готовы к любым внеплановым отключениям электроэнергии. Плюс два. В краевой столице открылись детские сады. А также безопасный звонок на урок. В краевой столице проверяют готовность школ к новому учебному году. Кроме того, меняются на глазах. Краснодарские дороги активно приводят в порядок. И на десерт встречаем рэп-исполнителя Найка с композицией «Краснодар». Погода на этой неделе стала главным информационным поводом и испытанием для краснодарцев. Пик температур пришелся на понедельник-вторник. Днем столбики термометра редко опускались ниже 40. Это в тени. Естественно, горожане и жители края включают на работе кондиционеры, сплиты и энергосистема испытывает пиковые нагрузки. С начала недели в крае четыре раза фиксировали рекорды по потреблению электричества. Из-за высоких температур возросла вероятность аварий. За ситуацией на энергосетях следят каждую минуту. В краевом центре есть щит, который оберегает город от сбоев. Работу тысяч подстанций контролируют всего лишь два диспетчера. Подробности далее. Театр начинается с вешалки. Любые сети начинаются с диспетчерского щита. Именно такой щит и используют, чтобы обезопасить электросети Краснодара. В самом центре города находится система телеуправления. Для обычного человека это огромная стена с множеством схем и лампочек. Но для энергетика это целая карта. К ней подключены тысячи проводов подземных и воздушных линий. Это нервная система города. И диспетчеры знают обо всем, что происходит в любом районе. Если где-то падает напряжение, система дает сигнал. Мы оперативно устраняем повреждения. Для этого у нас есть и кабельщики, и специальные лаборатории для отыскания повреждений, а также ремонтные бригады, которые работают в круглосуточном режиме. Сотрудники диспетчерского щита круглосуточно держат связь с другими компаниями и коммунальными службами, чтобы в случае необходимости помочь друг другу. Сейчас вся энергосистема края работает в штатном режиме. Все плановые работы, связанные с обходом, с мониторингом состояния линий края, включая с использованием специального тепловизионного оборудования, все осуществляется в ночное время. Максимальные нагрузки на сеть приходятся на период с 8 до 11 вечера. Из-за жары страдают многие районы края. В таких условиях энергетики призывают к экономии. Например, в Новороссийске, чтобы понизить нагрузку на сети, властям посоветовали в вечернее время уменьшить подсветку зданий, памятников и фонтанов, пока не спадет жара. При этом все социальные объекты Кубани готовы к любым внеплановым отключениям электроэнергии. В случае ЧП они будут переведены на резервные источники питания. Краснодар – город комфортный для детства. Это подтверждает радостное событие, прошедшее на этой неделе. В краевой столице открылись два детских сада. Первый на 150 человек возвели в микрорайоне «Панорама». Второй на 250 мест открылся в микрорайоне «Губернский». Их построили местные застройщики. За счет городского бюджета и краевой программы здания уже выкупили в муниципальную собственность. Садики комфортные, красивые, построены быстро по самым современным технологиям. В дошкольных учреждениях прошли детские праздники, приуроченные к открытию с песнями, ростовыми куклами, конкурсами. Площадки украсили цветными воздушными шарами и флажками. Юные воспитанники подготовили для гостей стихи и танцы. Новостройки оценили и мои коллеги. Теперь и зиму, и лето ребята из «Панорамы» будут проводить в таком красивом и современном детском саду, что просто сказка. Вот и назвали по-сказочному «Изумрудный город». Его закончили недавно, а три сотни воспитанников уже ходят в свои группы. Поэтому на открытии рассказывали в стихах и песнях о своем детском садике с радостью и сознанием дела. А состоялся этот праздник благодаря сотрудничеству краевой и городской властей с бизнесом, тому самому государственно-частному партнерству. Работа, которая ведется по строительству детских дошкольных учреждений, она не могла быть закончена без той огромной помощи, той огромной поддержки, которую оказывает сегодня городу губернатор Краснорского края Венин Иванович Кондратьев. Благодаря его непосредственному вниманию удается выкупать данные объекты. Пример этой компании, пример еще многих компаний, которые сегодня начинают реализацию своих социальных программ, социальных проектов на территории муниципалитета, они подтолкнут во многом все строительные компании, переориентируют их на реализацию и на строительство школ и садиков. Из рук главы города заведующая города сказочного Галина Игнатова получает ключ и приглашает гостей на экскурсию по комнатам счастливого и современного детства. По хозяйски хвастается, для творчества, спорта, учебы и здоровья есть все. Просторный музыкальный и спортивный зал, и физрук Николая Коваленко уже занимался с детьми. Говорит, ему самому здесь нравится, а дети не хотят уходить после зарядки. Очень нравится, как в спортзале, так и на площадке спортивной данной улицы. Такой просторный зал, всепогодный. Достаточно? Не жарко здесь заниматься и зимой, когда уже будет холодно. А еще своя современная кухня, столовая и медблог. За детьми каждый день следит медсестра. Два раза в неделю приходит педиатр. Ну и куда же без логопеда и психолога. И плюс еще 29 педагогов, которые с радостью занимаются с детьми в сказке. Можем вам теперь ответить на любой вопрос, потому что уже знаем, что такое в гос. Вот немножко подрастем, славу краю принесем. Такие серьезные планы на будущее строят ребята губернского микрорайона. Уже месяц они ходят в новый детсад «Радужный». Его тоже возвел застройщик для 250 маленьких горожан. Радужный, как и изумрудный город, выкупили за счет краевой и городской казны. Этот детский сад, надеюсь, оправдает не только свое название, а действительно поможет воплотить все самые радужные наши мечты, потому что он создан при серьезной поддержке краевого бюджета. Но то, каким теплом, добром и светом вы его наполните, уважаемые педагоги, зависит только от вас. Поэтому мы искренне желаем, чтобы таких садов действительно у нас было больше сегодня. Здесь традиционную ленточку перерезает заведующая детсада Лариса Новикова и показывает, как устроились дети и воспитатели. Оказалось, очень даже хорошо. Музыкальные спортивные залы здесь тоже радуют глаз. А логопед и психолог проводят занятия в сенсорных комнатах. Для детей это даже не урок, а больше игра, где решают головоломки. Отдельная гордость – кубанский уголок. Все эти кувшины, корзины и поделки ребята и педагоги сделали сами, а подкрепляют творческие и спортивные силы в столовой. Холодные цеха, рыбные и мясные, завоз продуктов полностью соответствует всем. Запеканка в меню есть? Да, 20 минут и все готово. Вот мы ставим на 180 градусов, 20 минут и готово. Да, вообще очень хорошо. Конечно, в таком детском саду ребятам и их родителям очень нравится. Здесь очень уютно, красиво. Самое главное – хорошие воспитатели. Очень красивый дизайн. Все в ярком стиле, что необходимо детям. Вообще очень нравится, с удовольствием ходит. Побольше пусть будет строиться таких же веселых, красивых радужных садиков. За уютные стены и красивый двор для взрослых – главный подарок улыбки детей, которые ходят в детский сад и уверенность в завтрашнем дне. Дарья Безинская, Александр Ивановсков, Наталья Пилипком, телекомпания «Краснодар». А тем временем в солнечном микрорайоне возводят еще один детсад на 200 мест. Сдать новострой планируют в первом квартале 2018 года. Отмечу, что в двух многоэтажках, которые возводятся по соседству, запланированы еще два дополнительных детских садика, каждый на 45 мест. Их разместят на первых этажах домов. Высотки сдадут в октябре. Не забыли и о ребятах постарше. Рядом будет построена школа более чем на тысячу мест. Напомню, что решение разместить социальные объекты на этой территории – требование жителей микрорайона, которое поддержал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. А сейчас новость для тех, кому 1 сентября прозвенит звонок на урок. В Краевой столице проверяют готовность школ к новому учебному году. Специалисты городского департамента совместно с межведомственной комиссией уже осмотрели 45 учебных заведений. В этом году на летнюю подготовительную кампанию из бюджета всех уровней выделено 370 миллионов рублей. Большая часть этих средств направлена на проведение капитальных и текущих ремонтов. Что уже сделано и что предстоит, знает Яна Бузычкина. В школьных коридорах, кажется, вот-вот прозвенит звонок на урок. В лице номер 64 в этом году ожидают семь первых классов. Все кабинеты уже укомплектованы, так сказать, в полной боевой готовности. Школьные завтраки и обеды будут проходить в обновленном пищеблоке. А самые масштабные работы из проведенных замена кровли из городского бюджета на эти цели выделили около 2 миллионов рублей. Кроме того, отремонтированы санитарные комнаты. Директор лицея рассказывает, что поддерживать порядок помогают и сами дети. Ребята приходят на практику, соответственно, с какими глазами они сегодня готовили лицея к началу нового учебного года. Они поливали цветы, они подметали. По мере возможности каждый ребенок внес определенную свою частичку собственной души и сердца для того, чтобы его школа была замечательная, красивая. Около 10 миллионов рублей было направлено на спортивную стройку в гимназии номер 3. Здесь обустроены волейбольная и бискетбольные площадки, поле для мини-футбола, сектор для прыжков в длину, тренажерный комплекс и даже воркаут-зона. Многофункциональный спортивный центр теперь есть рядом со школьным стадионом. Он адаптирован для сдачи норм ГТО и будет открыт не только для школьников. Безусловно, здесь будут открыты секции, кружки, площадка будет функционировать и после уроков, и в выходные дни. И ребята всего микрорайона, те, кто живут в ближайших домах, смогут приходить к нам и заниматься спортом. Спорт всегда в приоритете. Краснодар стал первым городом в крае, где пожарная сигнализация модернизирована во всех школах. Безопасность учебных заведений обеспечивают и видеокамеры внутри здания и снаружи. В этом году пополнится парк школьного транспорта. 11 новых автобусов будут перевозить школьников в Карасунском и Прикубанском округах. Если мы говорим за подготовку к новому учебному году, это 370 миллионов рублей всего. Это средства и муниципальные средства, и депутатов городской думы, законодательного собрания края, в том числе и участие федерального бюджета. То есть, по распределению чуть-чуть больше 200 миллионов, это капитальный текущий ремонт приобретения оборудования, 30,5 миллионов – это мероприятия, связанные с комплексной безопасностью. 1 сентября своей дверь откроют 92 школы Краснодара. Больше половины из них уже полностью окомплектованы новыми учебниками и методическими материалами. В августе эту цифру доведут до 100%. Яна Возучкина, Николай Цедрик, Наталья Пилипко, телекомпания «Краснодар». В Краевой столице продолжают приводить в порядок улицы. Ремонт магистрали проинспектировал мэр Евгений Первышев. Масштабные работы в активной стадии. Улицу Гаражную планировали сделать до конца июля. Однако сроки приходится отодвигать. И не по вине дорожников. Перед ремонтом асфальта водоканал должен завершить капитальный ремонт ливневки и канализации на этом участке. Давайте тогда на этой неделе пригласятся водоканал ко мне, для того, чтобы мы этот вопрос уже закрыли. Безусловно, если мы говорим о гаражной, без строительства и перекладки ливневого коллектора, фекального коллектора, конечно, мы не завершим эти работы. Там топит и будет топить на том участке без конца. Совершенно верно. А улица Уральская меняется буквально на глазах. Сейчас рабочие выкапывают старые бордюры и ставят новые. Нужно успеть до асфальтирования. По всей улице фрезеровочные машины снимают 4 сантиметра старого покрытия. Потом дорожники уложат новое. Но уже к этому моменту работы с тротуарами должны быть окончены, чтобы большегрузы и эскаваторы не испортили свежий асфальт. Подрядчики обещают завершить установку бордюров на этой неделе. Ремонт проезжей части с поднятием колодцев, с устранением провалов колодцев, новая проезжая часть, разметка, дорожные знаки. Сложности, которые бы тормозили производство работ, таких сложностей нет. Обычный рабочий процесс. Единственное, конечно, он бы ускорился, если бы мы имели пустую проезжую часть от транспорта. Но в условиях города это невозможно. На Уральской планируют восстановить почти 6 километров дорожного полотна. Полностью закончить работы должны в конце октября. К этому времени планируют закончить ремонт и на улице Костылева. Работа там сейчас кипит вовсю. Там укладывают дорожное покрытие, занимаются тротуарами, устанавливают новые бордюры. А ещё готовят зоны для парковки и огораживают газоны. По словам Бориса Сухова, часть работы уже выполнена. По тротуарной части процентов на 30. За качеством работ следят эксперты. Одну из самых многострадальных дорог Новороссийскую начнут делать капитально 14 августа. Эту дату озвучили на аппаратном совещании в мэрии. До сих пор на этой трассе шли подготовительные работы. И вот теперь определён подрядчик на капитальный ремонт. После заключения договора он приступит к своим обязанностям. На реконструкцию двух километров дороги выделено почти 300 миллионов рублей. Сделать её предстоит до конца года. Учитывая масштаб реконструкции, сроки очень сжатые. При этом движение придётся полностью закрывать. Чтобы минимизировать дискомфорт для жителей города, работы организуют в круглосуточном режиме. Всего в Краснодаре реконструируют 47 улиц с протяжённостью 74 километра. Это только в рамках проекта Минтранс Россия «Безопасные качественные дороги». Из консолидированного бюджета на это потратят около 3 миллиардов рублей. Сейчас реклама и смотрите во второй части выпуска. Инициатива сверху. На Кубани появится региональный фонд поддержки промышленности. 7% Росстат зафиксировал рост зарплат. Самое масштабное событие лета. Форум «Регион-93» как всегда собрал самую активную молодёжь края. На Кубани будет создан региональный фонд поддержки промышленности. Об этом стало известно на краевом совещании, посвящённом развитию этого сектора экономики. Его в Армавире провёл губернатор Вениамин Кондратьев. Организация специального фонда «Инициатива главы региона». Новая структура будет поддерживать не только крупные промпредприятия, но и средние и мелкие производства. Такой фонд позволит получить дополнительную поддержку из федерального центра. Инициативу уже с одобрением встретили в Минпромторге России. О чём ещё говорили на Совете по промышленности в Армавире, расскажем прямо сейчас. Работа здесь кипит с самого утра. Отсюда на свет появляются грузовые и железнодорожные вагоны. Уникальный проект, который воплотили в жизнь местные инженеры – это вагон «Термос». Раньше такие выпускали только в Германии. В России армавирский машиностроительный – единственный, кто начал делать такую технику. Вагоны будут перевозить скоропортящиеся продукты. Оптимальная температура будет поддерживаться за счёт теплоизоляции грузового помещения. О том, что на этом заводе будут производить такие вагоны, ещё два года назад не могли подумать и сами сотрудники. Сварщик Александр Сергеенко вспоминает, тогда завод простаивал несколько месяцев, а сегодня без работы никто не сидит. Мы были раньше в старом цехе. Сейчас построили новый сдаточный цех. Более комфортабельный, более модернизированный. Ну и, хочу сказать, стало лучше намного. Вернуть предприятию статус ведущего машиностроительного завода страны. Об этой задаче Венимин Кондратин говорил ещё в 2015-м. Тогда работники пожаловались руководителю региона на отсутствие заказов. Сегодня губернатору показывают, как расширилось производство, появилось новое оборудование. Вдвое увеличился и штат. На предприятие приходят новые инженеры и конструкторы. Всего сейчас там трудятся более тысячи человек. Изменился и сам выпускаемый продукт. Вы сегодня не просто развиваетесь, вы чётко реагируете сегодня на спрос рынка. Это очень важно. И вот этот завод, вагон, который стоит сегодня, если бы на нём не было на русском языке написано, я вам честно скажу, я подумал, что он импортный. Вот такого он качества, такого внешнего. Вчера, может быть, такого у нас всё не было. Там главное, чтобы внутренний рынок, все перевозки такого типа, осуществлялись именно в вагонах Армавийского машиностроительного завода. Перед началом Большого совета по развитию промышленности губернатор побывал ещё на нескольких крупных предприятиях города. Армавир для региона как флагман производства. Например, здесь уже больше 20 лет выпускают монтажные телефоны и волоконно-оптические силовые кабели. Только в последнее время, по словам гендиректора, завод испытывает трудности со сбытом. На рынок поступает много контрафактной продукции. Борьба за клиента будет всегда, отмечает Вениамин Кондратьев. Поэтому товар должен быть качественным и в своём роде уникальным. Наша продукция, она немножко иная. Она по уровню выше получается, чем кабели, те, которые зачастую закладываются в проектах. Она уже по уровню выше. Ну и вы подстраиваетесь под рынок. Невозможно, рынок под вас не подстроится. То есть, вы сидите на рынке, востребована численная категория кабеля. Значит, ну что ж, вы пустите другую, иную категорию кабеля. И в этом случае вариваетесь в рынок. Или уже там попытаетесь за него побороться. Агрессивнее, умнее, гибче. Вот это сегодня принцип успеха, если хотите, выживаемости. В рамках сегодняшнего, в целом, рынка. И регионального, и, конечно, страны. А вы вам максимально поможете. На поддержку промышленных предприятий Кубани в краевом бюджете запланировали около 100 миллионов рублей. Однако это как капля в море. Не хватит ни на новое оборудование, ни на реконструкцию самих заводов. Уже во время совещания Вениамин Кондратьев, посовещавшись с коллегами, объявляет. Регион намерен нарастить поддержку промышленного сектора. Выберите приоритетное предприятие промышленное в крае, которым на самом деле реально оказать вот эту самую господдержку. И вот в них вложимся. А если всем сразу кашу на царелке размажем, как в народе говорят, и ничего не будет. Сегодняшние задачи по импорту замещения, именно по импорту замещения, диктуют нам вектор сегодняшнего движения, вектор сегодняшнего развития, в том числе промышленности. Потому что сегодня, отчасти, российский рынок, он переформировается. И мы должны принять активное в этом участие, активное, к штатскому краю. Своим промышленным потенциалом необходимо создать фонд промышленности края, наполнить его по итогам года примерно миллиардом рублей. И активно наступать по линии развития нашего институтного потенциала, промышленного потенциала края. Создание такого фонда на региональном уровне позволит участвовать в федеральных программах на условиях софинансирования. Хорошей помощью для промышленников будут и льготные займы. В этом году первое предприятие в Новороссийске получило этот льготный займ в размере 300 миллионов на производство обуви. Под 5% годовых таких кредитов нет. На 5 лет промышленные предприятия, только промышленные предприятия, могут воспользоваться этим кредитом через федеральный фонд развития. Любое предприятие? Есть какой-то конкурс? Есть конкурс, есть определенные критерии отбора. И сейчас у нас порядка 10 предприятий подали заявки, мы их сопровождаем. На заводах и фабриках Кубани сегодня работает 85 тысяч человек. А уже сейчас около 10 миллиардов поступлений налогов именно от промышленной отрасли. И эта цифра пока еще при минимальной поддержке государства. Это все ресурсы экономики края, и их нужно перезапускать, говорит Вениамин Кондратьев. Использовать для этой цели можно и нужно материальную базу предприятий-банкротов. Их сегодня по всему региону насчитывается около 130. Мы не можем ждать. И не можем превращать наши бывшие большие или малые заводы в площадки для строительства домов. Они с коммуникациями, они хорошие, они где-то уже в центре города оказались. Коллеги, это преступление. Перед жителями края. Когда в площадке с инфраструктурой, с коммуникациями, мы обращаем где-то быстрые деньги. Но теряем еще огромнейшие деньги для того, чтобы и жизнь была, и экономика развивалась, и рабочие места были. Регион может славиться не только своими аграрными достижениями. В крае есть огромный потенциал для развития промышленной отрасли. На Кубани могут производить оборудование для предприятий переработки, конструировать сельскохозяйственные машины и даже изготавливать станки. А значит, тем самым есть шанс вытеснить импортное оборудование с российского рынка. Россияне стали ценить свою квалификацию и не готовы терять деньги ради скорейшего трудоустройства. По данным портала Headhunter, индекс готовности соискателей снизить свои зарплатные ожидания достиг своего минимума за последние два года. С чем это связано, узнаем у Алексея Коваленко, ведущего рубрики «Город финансы». Здравствуй, Алексей. Приветствую, Вячеслав. Россияне стали лучше оценивать как ситуацию с поиском работы в целом, так и свои перспективы на нынешнем месте работы. Более подробно об этом и не только расскажу через несколько секунд. Росзарплат на рынке труда, который позволяет соискателям становиться более неуступчивыми, зафиксировал Росстат. По оценке ведомства, зарплаты за первое полугодие 2017 года выросли более чем на 7% в номинальном выражении. 38% соискателей ни при каких условиях не готовы согласиться на менее оплачиваемую работу, чем имеется сейчас, даже под угрозой долгого поиска вакансии. Чуть больше, 42% россиян готовы пойти на снижение зарплат, пишет коммерсант. Эксперты считают, что вес работников на переговорах с нанимателями будет расти и далее. В первую очередь, высокий спрос ожидает IT-специалистов, специалистов по маркетингу и продажам. В России ведут национальный стандарт оценки сервиса АЗС. Его разрабатывает Росстандарт. Ожидается, что появится пятиуровневая шкала оценок бензоколонок «Звезда сервиса», пишет Интерфакс. За основу предполагается взять следующие критерии. Оплата по картам, туалетная комната, магазин, помощь при заправке, кафе. «Звезда сервиса» должна присуждаться к каждой отдельной заправке. Получить ее можно только при наличии определенного набора услуг. При этом право на очередную «Звезду» возникает лишь при введении новых. Что касается топлива, то его предполагается маркировать специальным знаком ГОСТа. Жаркая погода и начало сезона большого объема свежего урожая помогли сбить цены на овощи после аномально холодного начала лета. По данным Минсельхоза России, в среднем на 8-15%. Эта тенденция продолжится осенью, уверены в ведомстве. В 2017 году Россия может собрать 16,5 миллионов тонн овощной продукции. Помимо этого, высокий урожай гречихи в этом году снизил цены производителей вдвое относительно прошлого года. Сейчас цена на нее в среднем по России колеблется у отметки в 15 тысяч рублей за тонну. Специалисты ожидают через несколько месяцев снижения и розничных цен на гречку. Рубль закончил неделю в минусе к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 12 августа, составляет 60 рублей 18 копеек. Что касается европейской валюты, то официальный курс евро, установленный Центробанком на выходные, составляет 70 рублей 75 копеек. На этом все, Вячеслав. Остается только добавить. Самая хорошая работа – это высокооплачиваемое хобби. Алексей, судя по оценкам Росстата, у нас скоро появится такая возможность. Продолжаем выпуск. Самое масштабное событие лета. Ежегодно в урочище Крымская поляна, что в Северском районе, проходит молодежный форум «Регион 93». За годы существования его участниками стали десятки тысяч молодых людей. Это будущие политики, добровольцы, инноваторы и предприниматели, школьники и студенты, спортсмены. Все они здесь учатся и все время постигают что-то новое. Учебу, конечно, совмещают с отдыхом, а помогает им в этом сама природа. Взгляд на планческие скалы, гору Субербаш дарит участникам новые идеи. Возле источника быстро и можно быстро восстановить силы, а красные скалы, водопады и дольмены умиротворяют. Такие красоты, как здесь, вряд ли увидишь где-нибудь еще. Но мы отвлеклись. В эти дни в лагере проходит смена от мысли к действию. Ее-то и посетил глава региона. Вопросы к Вениамину Кондратьеву были самые разные. Были предложения. Например, участники форума обратились с просьбой создать площадку для общения с губернатором, которая сможет работать круглый год. Подробности расскажут мои коллеги. Никаких телевизоров, сотовой связи и доступа в интернет. Только лес, горная река, а чтобы сварить обед сначала нужно наколоть дрова. Вот они, бытовые условия молодежного лагеря. Задача усложняется тем, что приготовить на костре нужно блюдо разных народов мира. Каждый отряд на время смены превратился в делегацию страны-участницы Всемирного фестиваля молодежи. Биваки в Франции, например, рядом с Эйфелевой башней, изысканная выпечка. Девушки из России под присмотром медведя с балалайкой орудуют ножами, готовят борщ. Кухня родной страны на форуме больше всего пользуется спросом. Фирменный рецепт это гренки с салом. Сало с чесноком перетирается, жарится хлебушек и так тонким слоем намазывается. Очень-очень все понравились. К этому молодежному слету участники четвертого потока готовились чуть ли не с прошлого года. Изучали культуру, традиции страны, которую предстояло показать на площадке региона. Половина активистов уже подали заявки на международный фестиваль молодежи в качестве волонтеров. К этой смене ребятам из Лобинского и Новопокровского районов даже пришлось овладеть искусством оригами. Их отряд на неделю стал Японией. Свой палаточный городок они украсили белыми журавликами, бумажными символами счастья и долголетия. Время понадобилось и на освоение языка страны восходящего солнца. Вообще существует такая традиция о том, что каждый уважающий себя человек, когда он приезжает в Японию, не уезжав оттуда, он должен выищать фразу, которая стоит хотя бы из двух слов. То есть, например, мы знаем приветственное слово, это кончуа. И, соответственно, спасибо, например, можно выучить. Это арикато. Япония сегодня потребовала с помощью чуть ли не всех 22 государств. Для ферменного супа некоторые продукты, как и в большой политике, приходилось просить у соседей. Подсолнечное масло, например, срочно доставляли из Шотландии. Все дело в том, что в палатку к отряду обещал заглянуть губернатор. Вениамин Кондратьев слово сдержал. Главе региона предложили традиционные японские блюда. Мисо-суп, удон с овощами и сладкие рисовые шарики. Вениамин Иванович, перед прямой пищей прошу вас последовать деревню японской традиции, сожжать руки. Нет, ребят, у нас как бы это, это же японская традиция. А мы должны с уважением относиться к японским традициям, но чтить свои. Вот в чем вопрос. Поэтому я вам желаю, на самом деле, всегда оставаться россиянами. Слушай, вот это и первое, и второе вместе, нет? Это мисо-суп. Разговоры о любимых блюдах и кулинарных пристрастиях уже позже продолжились в Колизее, на самом главном месте в лагере, где каждый вечер собираются участники смены. Губернатор рассказал, что по долгу службы ему часто приходится бывать в командировках и пробовать разные блюда. Но самые вкусные, по мнению меня, именно Кондратьева, все-таки кубанские. У нас на регионе, так сказать, организована книга кубанских хозяюшки, и у нас там собраны рецепты кубанских блюд. Скажите, пожалуйста, а вот какое блюдо любимое ваше, кубанское? Вообще у меня как бы много различных любимых блюд. Ну, я думаю, что, наверное, вареники все любят, да? То есть я думаю, только потому, что вареники родом из нашего детства, и они самые, отчасти где-то быстрые, что готовились наши бабушки. И это даже и праздничное такое вот было блюдо. На смену от мыслей к действию на Крымскую поляну съехались около 400 активистов, студентов, депутатов, председателей молодежных советов. Каждый из них только делает свои первые шаги на большой дороге. И как уже у состоявшегося политика, у Вениамина Кондратьева они просили и совета. Назовите для вас три самых главных качества лидера. Ну, первое, лидер должен, друзья, всегда оставаться самим собой. Потому что лидер, это же не только форма, это содержание. И вот если я буду изображать губернатора, а не быть губернатором в своей повседневной жизни, и на самом деле делать те поступки, которые должны принести дивиденд всему региону, вы это очень быстро почувствуете. И вы не поверите губернатору, так и лидеру. Второе качество – принципиальность. Это очень важно, потому что принципиальный человек, это тот человек, на которого можно опереться. И который никогда не откажется от своих принципиальных взглядов. А значит, он надежный. И вот настойчивость – это третья черта лидера. В лидера ведь верят. Поэтому он никогда не может отказаться от движения вперед. Настойчиво к нему двигаться и вести за собой других. Говорили о развитии экономики, об инновационных идеях и о предстоящих выборах депутатов ЗСК. Все это – ближайшее будущее. Не меньше участников форума интересовало, и что будет с краем и родной страной через 30-40 лет. Молодые активисты заложили капсулу «Послание потомкам». От всей молодежи Кубани мы заложили в нее видеофильм о ветеранах Великой Отечественной войны, несколько значков молодежных общественных организаций, обращения молодежи. Хотелось бы узнать, а что бы вы лично оставили бы нашим потомкам 2067 года? Друзья, главное – не оставить им долги. Давайте думать о тех, кто будет после нас. Намного важнее, чтобы я оставил им после себя не текст, а реальные дела в виде экономически сильной Кубани. Вот та природа, которая есть, она должна как минимум сохраниться для них, и они тоже видят это великолепие нашего региона, и наши горы, и наши степи. Я за то, чтобы мы каждый после себя оставили реальный жизненный след. Общение губернатора и участников регион-93 продолжалось больше полутора часов. Отпускать Вениамина Кондратьева активисты не хотели, ведь не каждый день есть возможность задать свой вопрос первому лицу края. После официального завершения встречи, по традиции, автограф и фото на память. Уже перед отъездом Вениамин Кондратьев заглянул в каждый отряд, чтобы лично пожелать удачи молодым активистам. Смотрите в третьей части выпуска. Недобросовестные подрядчики отсеиваются, муниципальные контракты продлят только с проверенными компаниями. Еще один успешный пример работы программы капитального ремонта оценил Евгений Первышев. Все разделы интерактивные. Наш телеканал запустил новый сайт. И на десерт встречаем рэп-исполнителя Найка с композицией Краснодар. За программой капитального ремонта в Краснодаре должен быть жесткий контроль. Об этом заявил мэр города Евгений Первышев во время осмотра многоэтажки на улице Ипподромной. В доме номер 49 делают крышу, которой толком не занимались более 30 лет. Глава кубанской столицы отметил, что в городе уже выявили недобросовестных подрядчиков, по чьей вине несколько квартир залило во время дождей. Про новые муниципальные контракты они могут теперь забыть. А на этом объекте пока все в порядке. Если подрядная организация выдерживает все требования, которые необходимы для проведения капитального ремонта, то никаких протечек у нас не будет. Соответственно, не будет нареканий со стороны жителей и не будет претензий к программе капитального ремонта. То есть эта программа, она действительно показывает свою жизнеспособность. Население видит, за что она платит. Жильцы этого дома собрали около миллиона рублей, а всего на ремонт крыши потратят более 6 миллионов. Работы обещают завершить в этом месяце. Окончание работы когда мы планируем? Я думаю, две недели это край. Уже будет все закончено, будет все сделано. Сейчас идет ремонт штукатуры, сейчас будет караэт наносить на технические помещения, на дымовые вот эти шахты. Гарантия на новую кровлю 5 лет. Всего же в городе в этом году по программе капитального ремонта отремонтируют более 300 домов. Там чинят крыши, меняют лифты и обновляют фасады. Радостная новость для зрителей. Наш телеканал запустил новый сайт. Теперь мы делимся с вами информацией и дарим чудесную возможность делиться ею тоже. Надеемся, постоянный зритель обязательно оценит мультимедийный интернет-портал и станет нашим постоянным читателем. Из простого сайта телекомпании мы становимся новостным, предлагая то, чего нет нигде. Наш второй экран существенно изменил свой дизайн. Он стал ярким, современным, лаконичным. При этом мы его укрепили, сделав удобным и оперативным. Мы использовали самые интерактивные инструменты и ноу-хау. Вы таких нигде не встретите. Это карта новостей. Просто кликаете на отмеченные нами населенные пункты и вы увидите, что же важного там произошло. Также каждая новость оснащена QR-кодом. Делиться ссылками станет удобнее. Все разделы портала интерактивные. Пользователи могут обмениваться ссылками в социальных сетях и оставлять комментарии. Также дарим вам возможность смотреть эфир телеканала Краснодар Онлайн. А чтобы познакомиться с нашим новым сайтом поближе, приглашаем вас по адресу tv-краснодар.ru. Раньше их переучивали в школе. Им порой неудобно пользоваться простыми ножницами. И еще у них есть свой собственный международный праздник. Речь о левшах. Одному из таких удивительных людей даже посвятили повесть. Ее мы хорошо помним со школы. Очевидно, что в рубрике «Точка зрения» сегодня будет именно он. Или она. Впрочем, смотрите далее. Каждый седьмой человек в мире предпочитает писать, есть и вообще делать все, что называется одной левой. А у этой 15-процентной части населения Земли есть даже свой международный праздник. Лично мне было всегда интересно, кто эти люди и почему именно среди творческих натур чаще всего встречаются левши. Сегодня у нас в гостях, пожалуй, самая юная участница за всю историю программы «Точка зрения». Дочка художника Валерия Лимонадова, Лиза. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте, Лиза. Сразу, может, уточним, что я не левша? Лиза, многие в нашем городе и в нашем крае знают твоего папу как художника. И вот как ты лично давно начала рисовать? И вообще папа этому поспособствовал? Я начала рисовать, не знаю, очень давно. Примерно с того, как научилась вообще что-то говорить. Ползать, по-моему. Да, ползать, говорить. Примерно одновременно, да? То есть ты начала ползать и первая картина была на обоях, видимо, в твоей детской. Да, мы снимали квартиру в Москве, поэтому нам эти обои не достались. Ну хорошо, мы чуть позже обязательно покажем некоторые из твоих работ. Вот еще какой момент. А когда вообще, например, вы заметили, что дочка левша, что она вот прям все делает левой рукой? С самого рождения, когда, ну как, не с самого рождения, когда только научилась хватать, даешь как бы по привычке вправую, а она раз в левую переложила и смотрит. То есть это вообще вот буквально там несколько месяцев от роду. А вот вернемся все-таки к вопросу творчества. Вот когда ты именно начала понимать, что тебе это нравится искренне, это как-то вот было со стороны папы, я не знаю, какой-то посыл творческий или нет? То есть ты видела, что папа там сидит, там какие-то натюрморт рисует, а вот я сейчас как папа возьму и тоже сделаю. Нет, папа натюрморт и не рисовал. Ну, кстати, мне тоже интересно узнать вот этот ответ на вопрос. То есть ты до сих пор сам не знаешь этого, да? То есть мы не трогаем ее как художника, она сама этим занимается. Вот тебе приходилось в связи с тем, что ты левша, сталкиваться с какими-то неудобствами в школе, дома, там, с друзьями? Нет, не приходилось. Ну, все это нормально воспринимают, но как особенность какая-то, может даже прикольно это. То есть одноклассники говорят именно так, да? Ну, у меня из одноклассников, по-моему, людей четверо левши. У меня четверо в классе левши, еще и я, наверное, пятеро. У вас какая-то особенная школа, я так понимаю, да? Наверняка ты уже задумывалась о своем будущем, о своей будущей профессии. Вот ты сейчас уже можешь сказать, кем бы ты хотела быть? Не знаю, разочарую я вас или нет, я буду кондитером. Я увидел маленькое такое легкое разочарование, которое поскочило в глазах у папы, потому что, который, видимо, возлагал какие-то надежды на это, да? А почему именно? Ты любишь сладкое? Очень. Что бы ты лично хотела пожелать всем левшам на белом свете? Я бы пожелала всем левшам, чтобы появлялись для них какие-то особые предметы. Например, вот ножницами не очень удобно пользоваться, потому что подразумевается, что правши же будут твоими пользоваться больше. Но поскольку мы заявили, что мы обязательно покажем нашим зрителям твои работы, мы сейчас попросим папу взять. Это, по-моему, какой-то подарок или маме надежды, да? Да, папа. Не, на Новый год это был. На Новый год подарок. Ну, кстати, вдохновляет сильно заказы. А заказы уже принимаются? Я вижу по этим работам, что ты невероятно талантливый человек и желаю тебе успехов. И думаю, что, может быть, со временем вот эти твои мечты о кондитерской деятельности, они уйдут куда-то в прошлое, потому что сладости, это, конечно, здорово, но покупать их можно в магазине, уже красивые, сделанные там кем-то. А вот рисовать это намного интереснее и круче. Желаю тебе успехов. Спасибо, что была сегодня с нами. Спасибо тебе, Валерий. И в продолжении темы о школе. Недавно мы объявили фотоконкурс, приуроченный ко Дню Знаний. От вас кадры воспоминаний о первой линейке, от нас гарантированный приз победителю. Для того, чтобы за него побороться, присылайте снимки на нашу почту mtrk.tvsobaka.ru. Даже если вы зевнули в кадре, не беда, ведь сделать это обаятельно сможет не каждый. Принимаются не только ваши собственные фотографии, на снимках могут быть дети или внуки. Да хоть целый класс. Неважно, сколько человек в кадре и как давно был запечатлен этот памятный момент. Чем больше юмора, тем больше шансов на победу. Давайте улыбнемся новому учебному году вместе. Это были итоги недели, у которых, как всегда, свои герои и свои события, какими их увидели репортеры нашей телекомпании. Ну и под занавес представляем вам рэп-исполнителя Найка с композицией «Краснодар». До встречи в эфире! В мостах северных я этими местами взросшен всем людей, люди с теми, кто балакает по трошке, живущими истинно искренне, с теми, кто попроще. Неважно, центр или окраина районов частных. Мой город – будущее, которого ты становишься частью. Будь первым среди принимающих в этом участие. Мой город – это ты и я в одночасье. Посреди пыльных седых дорог, теплота юга встречает нас. Видел сто путей, но один итог – желто-зеленая тропа лилась. Нам так нужно всем чувство родной опоры. И я соткан-тобую Краснодар, мой город. Посреди пыльных седых дорог, теплота юга встречает нас. Видел сто путей, но один итог – желто-зеленая тропа лилась. Нам так нужно всем чувство родной опоры. И я соткан-тобую Краснодар, мой город. 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 Продолжение следует...